Приветствую всех, с вами канал VitaSalvo и в этом видео я буду рассказывать о ботинках Timberland об их активном использовании и ежедневной носке как и что с ними происходило, в чем они испытывались плюсы и минусы, какие есть нюансы, которые лично мне, например, понравились или не понравились об этом я бы хотел сегодня поговорить раскрыть, так сказать, информацию данной реплики купил я их на сайте AliExpress, то есть заказал через интернет ссылка будет в описании, где их открываю также на них там ссылочка будет в том видео, скорее всего проходил я в них долгое время, точнее всю зиму но пришли они мне где-то в конце осени, так скажем, в последние месяцы когда еще не было снега перейду я, наверное, постепенно когда я их вскрыл, достал, все там померил, походил поначалу было достаточно, ну, непривычно какое-то время я в них ходил по улице ноге было неудобно и некомфортно вот эта кожа, это, ну, бук он был такой жесткий, грубоватый но со временем он разносился нога приобрела достаточно комфортное слияние с данным ботинком ноге было свободно, хорошо но в некоторых местах, где какие-то складочки вот здесь, где язычок где-то, примерно, вот в этой области где костяшки вот именно вот эти складки, они как-то сильно давили ну, не то, что сильно, было терпимо но они давили и мешали для начала ноге, вот, как бы создавали неприятные ощущения конечно же, после какого-то времени носки, они полностью исчезли абсолютно ноге стало свободно и комфортно еще более, так скажем так, потом, конечно же, приехали они осенью значит, и потому снега еще не было на улице было пыльно я их купил вот цвета черного, да а все мы знаем, что классика Тимберлендов она такая бежевая, оранжевого такого какого-то такого цвета и значит, на вот этом черном цвете прошелся раз по улице, и они все пыльные то есть, они из черного превращаются например, в серое ну, такой нюансик, он довольно-таки неприятный но терпимый, жить с ним можно то есть, если ты шоркнулся где-то то это будет видно очень хорошо прошелся там, на улице походил пыль полностью слоем тонким лежит нюансы черного оттенка этих ботинков следующее носил я их каждый день ну, то есть, вот я их проносил вот это время, осень совсем немножко я их отложил и стал дожидаться зимы вот, потому что в основном я их брал на зиму вот, чтобы в них ходить проверить, как это будет здесь в них нет никакого меха это классика, без меха, без всего значит расскажу с размером значит, размер ноги у меня средний, это 42 взял я 43 здесь написано 9,5 это М вот это размер 43 они мне как раз в самый раз оказались и чуть-чуть ну, свободные что можно носить еще с шерстяным носком наступила зима конечно же с удовольствием я их начал носить кто-то знает, например что в основном их носит там заправляет в них штанина но, как по мне это казалось не очень удобным есть такой тоже нюанс когда в них заправляешь штанину и при этом деле ходишь то со временем штанина вылезает получается бред то есть они не сидят например так хорошо как в берцах а они вылезают не знаю почему может быть как-то надо по-особому заправлять в них штанина вот но у меня при ходьбе все-таки они вылезали это мне не понравилось также я ходил в них в лес ну, конечно же зимний где лежало много снега значит какой нюанс тоже столкнусь я с проблемой штанин они вылезли у меня пока я шел нога утопая да, в снег так как это не кожа с нее не сбрасывается ну, не гладкая кожа это ноутбук все-таки с нее снег не спадает не стряхивается а он как бы остается и вот например вот в этих местах где носки здесь видимо есть очень такое ну, тепло он снег как бы остается здесь если его сразу не скинешь чуть-чуть растает раз в этом месте тепло он замерзает и превращается в лед то есть вот именно вот в этих местах есть такой тоже нюанс который меня так как бы удивил как я избавлялся от влаги от пыли и воздействий внешних кремом ты их не намажешь ничем ты их не пропитаешь таких что-то из кремов я покупал распылитель такой флаконе фирмы саламандр он именно универсальный для таких вот вещей там ну, бука там, кожи ну, и прочих он как раз защищает от влаги и пыли грязи обильных набрызгал так как я посоветовался с специалистом вот и мне ответили что нужно вот такое средство и обильных пробрызгать именно в месте где у нас приклеена подошва подошва у нас приклеена с одной стороны хорошо а с другой плохо например с одной стороны чем это плохо так как клей он со временем может отклеиться поэтому нужно держаться например вдали от костров их нельзя подносить к батареи чтобы их высушить также не советую я сушилки для обуви которыми я пользовался потом понял что не стоило значит они должны высыхать при комнатной температуре в общем или не свыше там каких-то определенных температур каких я не могу сказать так как это влияет на свойства клея и он начинает отклеиваться в общем хороший нюанс в этой склейке то что они не промокают если бы у нас эти ботинки были прошиты то была бы вероятность того чтобы в швы попадала влага то есть вода или что-то такое из-за того что они проклеены и нигде у нас не порваны конечно же вода у нас из этого не попадает я считаю что очень хорошо после того вот как конечно же я в них ходил и каждый раз ну может быть не каждый но постоянно так скажем частенько я засовывал туда сушилку для обуви чтобы они быстрее сохли вот и конечно же после вот этих всех месяцев носки этих ботинков я заметил что в некоторых местах подошва у меня отклеилась она либо как бы оторвалась чуть-чуть от верхнего слоя вот этого нубука либо она вот все-таки отклеилась то есть я ходил в них каждый день в течение там 4 месяцев предположим где-то так и даже выходил в лес также какие-то делал нестандартные я бы сказал действия которые бывают не каждый день так скажем например на этом ботинке у меня такие если это видно то есть как бы такие вот складочки образовалась такая довольно-таки неприятная грубая складочка это из-за того что я нажимал часто на педаль да значит здесь на этом же ботинке здесь абсолютно такого нету здесь все более как бы цивильненько красивенько вот эта складочка она есть но не такая убитая как здесь например в каких местах у меня отклеилось да и как именно в месте шва но в тех местах где например либо пятка либо в сгибе там когда мы шагаем например да ну я конечно здесь заремонтировал своими силами так скажем клеем это выглядит довольно таки пока не красиво но это я еще буду исправлять чтобы выглядело это более-менее лучше значит какое ботинок кто увидел первый я уж не помню вот этот скорее всего значит вот видите в этом месте хорошо заметно я пока оставил так чтобы было это все видно значит вот это место это место склейки если я вот делал как бы ботинок башмак так то здесь ну просто вот именно в месте шва оно отклеилось вот в этом месте шва оно отклеилось потом вот здесь вот пятка тоже ну здесь вот было вот именно вот как бы очень такая неплохая отклейка здесь же было совсем чуть-чуть но я все-таки решил как бы заделать тоже вот следующий на другом ботинке тоже есть я тут вообще как бы не очень аккуратно сделал вот такой вот большой шов но конечно же место здесь было совсем небольшое там где отклеилось ну и дальше там совсем чуть-чуть пошло я решил просто полностью так вот заклеить чтобы ну влага не попадала все-таки вода там и прочее вот эта вот грязь значит ну в принципе ну конечно я расторвался поначалу хотел отнести их в обувную мастерскую но делать этого не стал решил заделать сам посмотреть как это все будет будет ли это как бы держаться все и в принципе можно было бы отнести в обувную мастерскую где попросить их проклеить подошву там бы сделали хорошо если хорошие качества мастерская я например знаю такую именно какую-нибудь ну нормальную мастерскую в общем можно было еще дополнительно попросить чтобы полностью подошву всю прошили но тогда была бы вероятность того что вот эта прошивка швы уже бы давали вероятность того что они бы промокали вот пока я решил их только в домашних условиях проклеить если все ухудшится и в принципе с подошвой там например или с внешней вот этой вот верхушкой все будет нормально и где-нибудь у меня отклеится там вместе в том где я склеил или еще что-то я конечно отнесу в обувную мастерскую и там мне хорошо все сделают посмотрим на подошву что у нас не стало довольно таки неплохо но через несколько там лет например она стерется я думаю здесь и здесь у нас но в принципе я считаю пока все нормально так и следующее что я еще не сказал а да я не сказал самое лучшее например самое лучшее это ну в них очень комфортно в них очень удобно если привыкнешь пока привыкаешь к ним конечно немножко стесняет но после того как их разносишь все становится просто офигенски в них очень тепло говорил об этом зрителям канала потому что кто-то писал вот так-то так-то там это Китай это полное фуфло вот типа там ну знаете рекламщики там всякие скидывают у меня там есть это там вот так вот там оригиналы там типа пишите мне я там типа всем буду продавать такие были люди ну конечно же были абсолютно адекватные люди комрады с которыми мы поговорили тоже пообщались что вот там оригиналы были там через три года лопнула подошва вроде такого было теперь валяются там в саду такие вот моменты были то есть попадались либо адекватные люди либо неудачники так скажем но обвинять их тут нечем это их дело это их право и это их мнение в принципе конечно но все равно нужно понимать что у людей на этот счет тоже свое мнение и если ты не разбираешься в этом то и не лезь как бы в чужой огород дело в том что всю зиму я проходил в них только с тонким носком ну в лес я вот выходил я одевал толстый носок шерстяной куда-то там ну какие-то экстремальные такие ситуации где долго проводишь например на улице то конечно и температура больше например минус 15 то конечно я одевал толстый носок а в принципе для ежедневной носки городской какой-то такой знаете у меня всегда был тонкий носок и даже в минус 15 у меня нога не замерзала мне было удобно и комфортно где-то примерно до минус 15 это точно в них нога не мерзнет после минус 15 там уже ну чуть-чуть чувствуется что что-то такой холодок какой-то как бы вот ну а если стоишь на улице какое-то время длительное скажем то конечно нога начинает подмерзать как и в принципе ты сам то есть тело там что-то в одежде стоишь все-таки ты же ничего не делаешь не двигаешься на улице минус 15 или минус 20 например это конечно дает о себе знать в них очень тепло и комфортно это большой плюс так как предыдущая моя обувь она ходил даже и в толстых носках и температуру они не выдерживали особенно если это туфли даже если они и с мехом сразу начинался холод с подошвы ну и потом захватывал всю ногу а вот в этих абсолютно все нормально я не знаю здесь вот такая кожа она какая-то волшебная вот этот нутбук и скорее всего хоть я не любил вот такую вот на обуви кожу то я наверное последующие буду покупать что-то типа вроде этого нутбука потому что реально он очень теплый как я там говорил в видео в распаковке когда мерил было конечно непривычно видеть себя в такой обуви но после конечно носки они выглядят довольно таки очень хорошо ты к ним привыкаешь и выглядят они все-таки классно вот значит можно и носить их поверх то есть не обязательно засовывать штанину в них внутрь можно носить поверх они так же выглядят просто офигенски когда были очень такие холода там больше минус 15 то я уже вставил там стельку купил тоже там что-то типа саламандры у них такие мягкие они есть там разные видов вот тоже купил там их вставил я не рекламирую я просто делюсь как бы своим опытом то что вот у меня в магазинах тут продается и то что оказалось довольно таки удобным и комфортным купил я их за 60 долларов вроде но они обошлись где-то примерно в эту сумму в принципе не жалею даже очень доволен потому что я уже и забыл когда мне было зимой нагет от тепла и комфорта в принципе на этом можно закончить может быть я конечно и забыл какие-то моменты но сейчас я о них не вспомню ну или так сейчас посмотрю что тут можно еще о них сказать какие у меня были ситуации ну так скажем что воду я в них не наступа там чтобы лужи чтобы там полностью у меня нога проваливалась или еще что-то здесь вот посмотрите здесь как прошит язычок то есть это все сшито вместе здесь вот это все чтобы это все не промокало все хорошо это сделано так тепло удобно значит размер у меня то есть я надеваю например шерстяной носок с тонким носком и ну нога сидит уже плотненько так хорошо и ноге сразу конечно же тепло становится жарко вот эта вот подушечка где она ничего не отрывается она такая же мягкая абсолютно никак она не испортилась ничего там не это абсолютно такая же мягкая так ну в принципе на этом все сейчас я уже больше ничего не могу вспомнить надеюсь что какие-то моменты я вам рассказал кому-то может быть они были интересны если еще есть какие-то вопросы пожалуйста пишите в комментариях я отвечу или может кто-то поделится своим опытом этого варианта подписывайтесь на канал ставьте лайки и желаю вам удачи и добра увидимся до новых встреч ВИТА САЛВЕ субтитры субтитры Продолжение следует...